Кто хоть однажды высотой дышал, на земле не обретет покоя. Эти слова посвящены летчикам-героям, в душе и романтикам. Однажды взлетевшим в небо и влюбившимся в него навсегда. О них сегодняшняя выставка «Крылья Родина». Ее открыли в Белгородском музее «Диорамя». В экспозиции – уникальная коллекция из Подмосковного музея истории военной формы одежды, филиала Центрального музея Вооруженных сил России. От императорского военно-воздушного флота до военно-воздушного флота Российской Федерации. Мы говорим о великих именах авиаторов, современности. Говорим об участии летчиков в годы Великой Отечественной Дни, о том большом кладе, который внесла авиация в победу в Великой Отечественной войне. Экспозицию украшают более ста мемориальных предметов из собраний Белгородского и военных костюмов Подмосковного музеев. Они отражают более чем столетнюю историю нашей легендарной авиации. Коллекцию могли видеть только военные специалисты Минобороны, а теперь она доступна для всех, в том числе и для белгородцев. Здесь представлена как типовая форма военно-воздушных сил Императорской армии, военно-воздушных сил СССР, России, так и разработки, то есть те образцы, формы, которые предлагались для военнослужащих. Почетные гости вернисажа – ветераны военно-воздушных сил, летчики Александр Авраменко и Владимир Черенков. 20 лет они несли боевые дежурства в разных точках нашей страны. Много было подъемов, в том числе и боевых столкновений. То есть мы к этим столкновениям готовы были постоянно, вплоть до тарана. Один из таких случаев был в 70-х годах. Тогда в районе Таджикистана противник на американском самолете «Фантом» пересек границу. Провокация. А раз пересек нашу границу, значит наши должны его или принудить к посадке, или сбить. Мне пришлось служить на Этуруппе, Курильские острова. Там в 69-м году принудили к посадке большой транспортник американцев, которые летели, минуя все границы, то есть летели напрямую. Из дежурного звена точно так же поднялись два самолета и посадили их на Этуруппе. Выставка продлится до 20 февраля наступающего года. Анна Проценко, Сергей Драчев, Белгород Медиа.